Всем привет! Меня зовут Санчалот и это последний выпуск этого сезона из рубрики моего канала, которая называется Тойбокс. Сегодня будет необычный выпуск. Мы посмотрим все наши игрушки за этот сезон и распакуем новую игрушку Крипера из игры в Майнкрафт. И еще одна для вас новость этого ролика. Вверху вы видите этот белый шар. Этот белый шар будет мне давать хорошие идеи. А это плохие идеи. Они будут мне тоже биваться. Посмотрим, что выйдет. Если этот шар победит и наберется больше трех лайков, то тогда добро победит, а если зло больше трех дизлайков, тогда зло победит. Для начала распакуем Крипера из Майнкрафт. Как бы это последняя игрушка первого сезона игрушек про Майнкрафт, потому что она самая такая неординарная и ни на какие из этих не похожа. Потому что там, например, у всех из этих персонажей есть руки, ноги. А это самый неординарный персонаж Майнкрафт. Он ни на кого не похож. Ну, понятно, там зомби, он как бы... Ну, мы его можем в реальную жизнь, как фильм какой-то, анимацию про него сделать. Но про Крипера мы не знаем, как он на самом деле выглядит. Потому что Эндермен взял... Это пародия Слендермена, а Крипер он кто? В Украине вы сможете купить вот такого именно Крипера за... 299 гривен 90 копеек. Это достаточно... Нормально достаточно для игрушек. Но это фигурки, они появились совсем недавно. То есть первая игрушка появилась... Не знаю когда, тут не написано. А, в 2014 году. Плюс они очень качественно сделаны. Поэтому попытаемся раскрыть ее. Тут еще как бы в комплект входит сам Крипер, порох. Как я понимаю, что это? Да, это порох и динамит. Также на обратной стороне написано, как бы, кто такие Криперы. Я вам сейчас прочитаю. Криперы, они живучие и взрываются иногда. Да, тут написано по-английски и некоторые слова мне неизвестны. Поэтому я просто вам скажу, кто не знает, то Криперы просто взрываются. И как я слышал, что Крипер сделан из-за ошибки в самой игре. То есть разработчики взяли и допустили ошибку в игре. Так появился Крипер. Это обычный баг в игре, можно сказать. Ну, часто это... О, вот уже динамит вывалился, хочет поскорее взорваться. Меня подорвать, чтобы я бред всякий не говорил. О, а Крипер достаточно модный. Так, видите, у него как бы ноги так вот поворачиваются, как собака. У него, правда, вот так вот он должен, наверное, стоять, да? Наверное. Голова у него как у обычного Крипера, крутится, вертится, снимается. То есть можно взять Стива и прицепить ему голову Крипера. А телу Крипера прицепить голову Стива. В конце этого выпуска мы попробуем это сделать. Также на этом Крипере есть зеленые пятна, которые в игре не сильно прорисованы. Также тут есть какой-то серийный номер, если вы так присмотритесь. Не знаю, зачем я вам это говорю. Ну так, на случай. В общем, обработана игрушка. Все хорошо покрашено. Дальше. Возьмем порох. Порох. Интересно, как бы непонятно, зачем нужен. Просто, наверное, для украшения. Куда его девать? Он стоит? Да, он стоит. То есть можно его так на динамит положить. Динамит тоже как есть ТНТ, так и есть ТНТ. То есть если мы захотим поиграть с Крипера, то, скорее всего, извините за такое быстрое прорывание этого видео. Просто мне надо было удалиться. Ну так вот о чем я. Как Крипер он есть Крипер. Мы никогда его не забудем. Даже если через, там, не знаю, пять лет сделают Майнкрафт с графикой, как у GTA V, то мы все равно будем помнить Крипера таким, как он и есть. Хотя вряд ли сделают с графикой, как у GTA V. Наверное, если в 2009 году вышла игра в пиксель-арте, то в 2020-м будут выходить змейки в пиксель-арте. Ну, к чему я веду? То есть почему-то создатели Майнкрафта попытались сделать что-то оригинальное, и это как бы хоррор выживание в... То есть это даже не похоже на хоррор, потому что там ничего страшного нет. Страшно только то, что тебя загриферили, загриферили, извиняюсь, и твой дом неприватный, тебя тупо нафиг убили, все вещи забрали, и ты выживаешь сначала. Но не в том-то смысл Майнкрафта, смысл Майнкрафта развиться, убить дракона края и идти кушать. Ну, кушать, идти в реальной жизни, потому что в Майнкрафте ты сильно не насытишься. Ладно, вижу, вот зло как-то не хочет от нас уходить, и добро тоже. Да, освещение плохое, я, конечно, извиняюсь. Ладно, переходим к второму акту нашего выпуска. Второй акт нашего выпуска – это «Покажу я вам всех наших героев за последний сезон Тойбокса». Сейчас, Крипер тут пока с вами постоит, только вам его не видно. Тогда сейчас, да. Переместимся в прошлое. Я снимал первый выпуск Тойбокса в 2014 году в стране, которая называется Чехия. Многие из вас эту страну знают. И первый выпуск Тойбокса был посвящен мульту, которая называется «Время заключений». Первые наши фигурки – это Финн с поднятой рукой и Джейк с поднятой рукой. Второй выпуск у нас был – это Финн с мечом и щитом и Снежный с бородой. И походу он не обрадовался чем-то. Музыкант Финн и Марселин Финн. А вот это я не знаю, что делала в этой машинке, куда я всех «Время приключений» складываю. Ну, просто там поселился. Ладно. Время перейти к акту Майнкрафт. Потому что эти все игрушки вы видели, потому что на всех их я снимал обзор, но не на все игрушки Майнкрафта. Сейчас вы конкретно удивитесь. Сейчас, смотрите, я хлопну, но сейчас еще раз хлопну, и мы таки попадем в следующий кадр. Давайте. Вася, ну что, мы переместились? А, да, спасибо. Так, Вася сказал, что мы переместились, поэтому вы переместились, потому что сказал Вася. Ладно. Это первый выпуск нашего акта Майнкрафт по Твой Бокс. Это Стив. Не знаю, снимал ли я дальше обзор, я реально не помню. Все я с головой вы... А, да, снимал. Я снимал обзор на зомби. Зомби я вам показывала, и сейчас показываю. И голема. Но появилась еще куча игрушек. На Новый Год, на Нин Рождение. Сейчас покажу вам. Так. Первое. Эндермен. Я, к сожалению, выбросила упаковку. Эндермен шел с блоком земли и грибочком. Грибочек, он точно такого же формата, как и порох у Крипера. Он сделал очень прикольно. Он похож на баскетболиста, то есть, если ему дать в мяч, хотел сказать, в мяч в руки. В руки мяч, то он тогда пойдет и всех накостыляет этим мячом. Интересно. Ладно. Второе. Это алмазный Стив. Это тот же самый Стив, только у него алмазная броня. Вот. Тот же самый Стив, алмазная броня. К нему шел алмазный меч, шлем, который снимается, одевается и может одеться... Не, у Крипера побольше голова будет, но одеться он, наверное, может даже на... Не, только на вот этих, на Стивов и зомби. Может на голема оденется. О, голем в алмазном шлеме. Вы когда-то такое видели, я тоже. Ладно. Он такого же размера, как и голем, но голем и в второй серии, а эндер и в первой. Дальше у нас идет очень интересный волчок, который... Волчок, он не продается отдельно. Он продается в наборе, там, где идет корова, овца, свинья, курица, оцелот и фолк. Я вам покажу все сегодня. Да, они все там присутствуют, смотрят, кидают в меня невидимые камни, говорят, что мы не идем в кадр, мы хотим прославиться, но они не прославятся, потому что 14 подписчиков... Так, о чем я? Ладно, собака. Собака, она очень прикольная, потому что она выглядит и прорисована точно, как в игре. У нее уже ошейник, то есть Стив уже приручил ее. Она добрая, выглядит как будто... Дай косточку, поставь лайк! Поставьте лайк. Ну, поставь лайк. Поставь лайк. Поставь лайк. Да. Хвостик у него тоже дергается. Да, вот так вот у него хвостик дергается. Хотите подергать? Не можете подергать. Ладно, сейчас я вам покажу следующие игрушки. Они там у меня сейчас все закидают. До новых встреч! Пока!